Россияне должны уплатить имущественные налоги до 1 декабря. В текущем году эта дата выпадает на выходной день, поэтому последний срок уплаты налогов перенесли на 2 декабря. Уведомления уже разослали, каждый армавирец должен их получить. Причем форма документа немного изменилась. Она содержит реквизиты для уплаты и теперь сам платежный документ в уведомлении не направляется. То есть там имеются только реквизиты для уплаты. Физические лица могут сосканировать штрих-код, указанный в налоговом уведомлении путем электронной уплаты налогов или также обратиться в учреждения кредитные, где могут произвести оплату начисленных налогов. Тем гражданам, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, квитанции выставляют там. На бумажных носителях они не приходят. Не получат документ на оплату и те, у которых в этом году налог составил сумму менее 100 рублей. Его пришлют на следующий год за два года сразу. Если по какой-то причине гражданин не получил уведомления, его выдадут в налоговой инспекции по месту жительства. Армавирская инспекция для удобства граждан сейчас проводит акцию в Новый год без долгов. У нас продлены часы работы для налогоплательщиков. Вторник и четверг мы осуществляем прием до 20 часов. Значит, вторая и четвертая суббота рабочие. Также можно обратиться с 10 до 15. Некоторым категориям граждан положены налоговые льготы. В частности, это пенсионеры, инвалиды, многодетные. Однако льгота носит заявительный характер. Если вы хотите ее получить, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Физическое лицо должно обратиться в налоговый орган, написать заявление, установленное форумом, приложить подтверждающие документы на применение льготы и налоговым органам будет произведен перерасчет. Тех, кто не уплатит имущественные налоги вовремя, ждут неприятности. Сначала инспекция пришлет должнику требование, где обозначит, сколько денег и в какой срок уплатить. Если гражданин это не сделает, инспекция обратится в суд. Выносится судебный приказ, он передается в службу судебных приставов и идет принудительное взыскание имеющейся задолженности путем взыскивания заработной платы трудящихся, либо ареста имущества, которое принадлежит физическому лицу, дальнейшей его реализации и погашения налогов. За каждый просроченный день взимаются пени, а при возбуждении исполнительного производства к ним добавят исполнительский сбор, то есть расходы должника увеличатся. Чтобы не ставить себя в затруднительную ситуацию, нужно уплатить налоги до 2 декабря.